Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мой сын 17 лет, постоянно манипулирует, возможно, тиран. У него диагноз СВГ. Зачем у меня вопрос? Это из-за пьяких моего мозга. Он вырос таким или моё неправильное воспитание? Прежде чем тот попросить ему купить, он начинает высказывать мне претензии. Видимо, раньше просил напрямую, я как-то отказала, сказав, что ему самому пора зарабатывать деньги. Сам зарабатывать он пробовал два месяца, но ему не понравилось. После окончания 9 класса год сидит дома, в следующем году собирается поступать. С посторонними людьми он вежлив, но в семье он агрессивен. Бывает неделю, может ходить милым, но опять из-за пустяка начинает предъявлять претензии. Например, что я покупаю дорогие продукты, когда можно есть крупы, а сэкономленные деньги направят на его нужды. Итогом наших ссор являются слова, что если я его била, тут ничего поделать я не могу. Я его била, ругала три раза сильно. В шестнадцать лет, когда мы подрались, он сломал мне нос, но он всё равно вспоминает только то, что я его била. У него была моя любовь, все игрушки, у него диагноз СВГ, совершенно не вопрос, это из-за биохимии мозга он вырос таким или моё неправильное воспитание. Я винил себя, я помню. До года я его оставлял в другой комнате на полчаса, а он плакал. Это был совет из книги по воспитанию детей. Правда, книга западная. С четырёх лет он постоянно нудил, всегда был чем-то недоволен, даже во время отдыха. Пишет Виктория. Ну, если говорить о том, чтобы ответить на ваш вопрос, то, на мой взгляд, биохимия мозга, если она есть, не определяет такую модель поведения, которую вы описываете, исходя из того, что я знаю. Потому что манипуляция и агрессивность и прочие аспекты поведения все-таки носит психогенный характер. С другой стороны, насколько я знаю, проявления СВГ могут быть разные, но манипуляции в него не входят. Агрессия, да, манипуляции нет. Я думаю, что правда где-то посередине, я думаю, что частично на некоторые моменты влияет биохимия мозга, а частично влияет то, как у вас складывались взаимоотношения. Частично влияет, на мой взгляд, то, что у вашего сына нет мужской фигуры. И явно есть проблемы с личными границами. Как у вас, так и у него. И то, что вы описываете, похоже больше на попытку о себе заявить, попытку показать, что я значим и что я существую. Попытку отстоять свое я. В этом стремлении любое желание, любая потребность становится средством для достижения цели. Не могу просто попросить тебя что-то купить. Я должен показать тебе, что я имею право на то, чтобы ты мне что-то купила. И мне кажется, что у вас созависимые отношения. То есть, вы не пишете о том, с чем связано физическое насилие. Вы пишете о том, что вы себя вините. Правда, я не очень понял, за что вы себя вините. Вы вините себя за в целом неправильное воспитание или вы вините себя за то, что запирали его в комнате на полчаса, применяли физическое насилие и так далее. В любом случае, почему-то даже до года у вас уже была потребность в том, чтобы воспитывать его по книжке. Мне бы, конечно, здесь хотелось бы спросить, с чем это связано? Откуда такая потребность воспитывать его по книжке? Не важно, какая книга западная или нет. Важно другое, что вы испытывали потребность в том, чтобы по ней воспитывать своего ребенка. Не самостоятельно, а по ней. И вы знаете, сейчас мне пришла в голову такая мысль, что вы пытаетесь опираться на логику, пытаетесь опираться на интеллект, при этом, вероятно, вы не доверяете своим чувствам, вероятно, вы не слышите свои чувства, испытывая только сильные чувства, такие как вина, агрессия или любовь. Ну, то, что вы называете любовью. При этом более тонкие переживания, вероятно, вы не замечаете. И ваш сын точно такой же. Он точно так же, как и вы, не замечает более тонких переживаний. Отсюда ссоры, отсюда манипуляции, отсюда постоянная некоторая тревожность. Вот. Мне не совсем понятен, если честно, направление вашего вопроса. То есть вы говорите, из-за биохимии мозга он вырос таким, или это мое неправильное воспитание. Ни то, ни другое. Однозначно нет. Ни то, ни другое. Понимаете, не бывает неправильного воспитания. Бывают личностные проблемы человека, влияющие на его поведение и на его отношения с другими. Мне кажется, что вы не умеете с сыном разговаривать. Мне кажется, что вы не умеете коммуницировать. Связано это с тем, что помимо вины у вас есть на него обида, у вас есть злость. Возможно, возможно, вы переносите на него что-то от его отца. То есть, если на отца осталась злость и обида, вполне возможно, что вы переносите эти чувства на своего сына. То есть, тут вот есть такой, конечно, нюанс. Далее. Вы говорите про манипуляции, то, что он постоянно манипулирует. Но манипулировать можно только жертвой. Понимаете? Манипулировать можно только жертвой. Жертвой является человек, который не несет личную ответственность за свои действия. Здесь сложный момент. Дело в том, что вы производите впечатление человека, который как раз-таки гиперответственен с одной стороны. То есть, вы обеспечиваете себя, вы обеспечиваете своего сына. Вот. Я думаю, что вам сложно будет как-то вот, ну, скажем так, слышать от меня вот этот момент. Что выберет, что вы несете личную ответственность за себя. Вот. Но, тем не менее, это, на мой взгляд, правда. То есть, на мой взгляд, вы позволяете своему сыну манипулировать. На мой взгляд, вы перекладываете ответственность на него за свои действия. Вы говорите, например, что я себя виню, но при этом не уделяете внимания природе этой вины. Во-первых, у вины есть всегда вторичная выгода. То есть, вы получаете какую-то выгоду от того, что себя винить. Во-вторых, чувствовать себя виноватой, чувствовать себя виноватым за что-либо. В общем-то, нормальное состояние и нормальное чувство. Я думаю, что основная идея заключается в том, чтобы вы как-то обратились со своим чувством вины. Ну, например, один из способов обратиться с этим чувством, на мой взгляд, является извинением. Здесь важно понимать, что, коль искренне вы чувствуете, что были неправы, столь искренне вы можете попросить прощения. И вам полегчает, поскольку вы передадите ответственность за это уже другому человеку. При этом важно понимать, что вас могут не простить. Но это уже, скажем так, в большей степени детально. Вам нужно обратиться со своим чувством вины, научиться с ним обращаться. Следующий важный момент – это то, что вина и возможность для вашего сына вами манипулировать связаны как раз таки с отсутствием личных границ. И что, в свою очередь, связано с тем, что вы от себя много требуете. И сын научился относиться к вам так же. Т.е. так же, как и вы, ваш сын от вас достаточно много требует. Но научили его требовать вы. Вы. Вы от себя многого требуете. И сын также многого требует. Но теперь уже от вас. Человек, который многого от себя требует, он склонен попасть в, в данном случае, одну из двух неприятных ситуаций. Это когда я требую ото всех того же, что и от себя. Или когда я требую от себя слишком многого, а от других нет. Даже если на словах это не так. Вот мне кажется, что в вашем случае второй вариант. Потому что, как ни странно, вы своего сына сделали центром вселенной. Да, сейчас вы можете сказать, что я прочитал ответ своего коллеги. Но, вы знаете, просто чтобы вам об этом сказать, хоть вы и не обязаны мне верить, но эта мысль пришла мне первой, что вы сделали своего сына центром вселенной. А уже потом я вспомнил, что об этом писал мой коллега. Так вот. Понимаете, в чем штука? Чувство вины, ваши требования к себе, нет. Все это образует такую достаточно мощную смесь. Я многого от себя требую. Корю себя за ошибки. Требую от себя быть идеальной. Я в постоянном напряжении. Тут же вы пишете, что он, у сына была, была моя любовь. Все игрушки. Не место ли это вашего вдохновения? И, как результат, слишком сильная привязка к человеку. Как результат, невозможность давать ему необходимые свободы, необходимые возможности для того, чтобы учиться быть самостоятельным. Именно потому, что вы загнали в себя в жесткие рамки. Именно потому, что вы переезжали в себе, по большому счету, весь кислород. Ну и добавьте сюда, не умение обращаться со своими чувствами. Далее. Вот вы говорите, бывает неделю может ходить милым сыном. Есть у меня такое ощущение, что вы воспринимаете, сейчас будет тастология, вы воспринимаете своего сына только как сына. Вот это вообще глобальная такая проблема взаимодействия родителей и детей. Когда родители воспринимают своего ребенка только как ребенка не замечая, при этом в общем и целом, что ребенок уже вообще-то далеко не ребенок. Ребенок уже вообще-то давным-давно, ну как минимум взрослый. Как минимум это тот, кто вообще-то уже может самостоятельно принимать решение. Вот вы говорите, милый сын, как вы относитесь к его личности? Как вы воспринимаете его личность? Видите ли вы его как личность? Или вы относитесь к нему как к больному и любую его активность воспринимаете через призму его диагноза? Понимаете? Это очень важный момент. То есть здесь вопрос, а выгодно ли вам воспринимать его не как носителя диагноза? И дело здесь даже не в том, что, например, возможно вы потеряете смысл своей жизни тогда, а дело здесь в том, что вам придется быть на равных. А вам это страшно сейчас? Вам может быть страшно быть на равных со своим сыном? Понимаете, какая штука? То есть здесь достаточно все запутанно. Нужно выяснять, но очень бросало в глаза, то есть вы говорите, что он неделю может ходить милым сыном. Иными словами, с тем, как вы хотите его видеть. Иными словами, вы хотите его видеть милым сыном. Не личности, у которого есть проблемы, не личности, у которого есть свои желания, и которая сама отвечает за свои действия, свои поступки, но милым сыном. Дальше. Опять из-за пустяка начинают определять претензии. Да, вам уже обращали внимание на это коллеги. Я сделаю здесь тоже небольшой акцент. Есть ощущение, что в этом месте вы обесцениваете своего сына. То есть, если бы это был действительно пустяк, вред ли бы вам предъявлялись претензии. А значит, это не пустяк. Даже если это только повод, все равно, если нужен повод, значит что-то остается невыраженным. А значит, нужен предлог. Но наличие предлога означает, что прямой коммуникации нет. Доверия нет. В данном случае доверия отсутствует не потому, что вы, как мне кажется, чересчур чужды друг другу. Нет. Наоборот. Слишком привязан. Почему я и сказал в начале о созависимости. Дальше. Вы пишите. Итогом наших ссор являются его слова. Здесь необходимо, во-первых, изучить психологическую игру, скандал. Она есть в интернете. И сформировать свой вклад в ссору. Потому что здесь вы его обвиняете в ссоре. Но ссоритесь вы и без вас ссора была бы невозможна. Значит, необходимо выделить то, какой вы вносите вклад в конфликт. Здесь об этом вы ничего не пишете. Далее. Про физическое воздействие. И про ваш, так скажем, метод воспитания. А также еще про чувство вины. Здесь я бы хотел привести такой пример. Пример очень простой на самом деле. Может быть даже примитивный. Но, надеюсь, он покажется полезным. Есть две, скажем, две конфеты. И я знаю, что мне можно съесть только одну. Я ем две конфеты. И знаю, что мне можно только одну. Конечно же, начинаю себя винить за то, что я съел две места одной. А я виню себя, когда понимаю, что сделал что-то плохое. То есть я оценив свое действие с точки зрения социального, ну, социального детерминанта, скажем так. Да? И, безусловно, социальная детерминанта важна. Но, не менее важным, не менее важным моментом является личностная детерминанта. Так ли сильно я хотел конфету вторую? Съел ли я ее, потому что она была супер вкусная? Ведь в таком случае, если бы я съел конфету только потому что она вкусная, это бы означало, что я поставил вкус, вот это желание почувствовать вкус еще раз, выше тех социальных требований к себе, говорящих о том, что съесть я могу только одну конфету. Как минимум признаться себе в том, что желание почувствовать вкус конфеты еще раз, для меня важнее, например, социального одобрения, уже облегчает нам задачу. Но, только ли конфету я хотел съесть? Быть может, во мне было чувство протеста, когда я ел вторую конфету? Может быть я хотел, чтобы меня заметили? Наругали, например? О чем здесь идет речь? Я думаю, что вы уже в общих чертах поняли. Идея заключается в том, что чувство вины это всегда социальная детерминанта. Это то, как я оцениваю свои действия. Но личностная детерминанта при этом, конечно же, практически полностью исключается из сферы восприятия. И ваша задача – увидеть то, что вы делали и то, за что вы сейчас себя вините. Чем было обусловлено с точки зрения личностной детерминанта? Неоценочных моментов, правильно или неправильно. То, что вы, ну я не знаю, может быть, наказывали своего ребенка, может быть, таким образом его воспитывали. Речь не об этом. Речь исключительно о том, чего вы хотели. Вы забыли о том, чего вы хотели, делая это. О своем желании. Когда остается только социальная детерминанта, естественно, появляется вина. Поэтому в работе с виной очень важно обращать внимание на вторую сторону, так называемую личностную детерминанту. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Почему я сказал, что не бывает неправильного воспитания? Дело здесь вот в чем. Чисто гипотетически неправильным воспитанием могло бы быть тогда, когда у родителя, в принципе, в кавычках, неправильная цель, которую он ставит пред собой, посредством воспитания. То есть, я, я, как бы, родитель говорит, я хочу воспитать преступника. И воспитывает преступника. Скорее всего, у него это не получится сделать, но цель такая. И в этом случае, да, воспитание неправильно, потому что преступник – это человек, который находится вне закона и, соответственно, вне общества. Вряд ли у вас была такая цель. И вряд ли у вас была цель воспитать тирана, манипулятора. Вряд ли. Скорее всего, цель была другая. Но вот выбор средств достижения этой цели вас порвел. Поэтому я бы сказал, что не воспитание неправильно, а нет знака равенства между тем, что я хочу и тем, что я делаю. Из-за этого нет ясности, определенности, четкости в отношениях. Отсюда появляется тревожность и, как результат, конфликта. Что еще хочется сказать? Вот вы пишите, что с посторонними людьми он везли в семье и агрессивен. Здесь два момента. Первое. Мысль, которая мне пришла, звучит так, что вам важно то, что о вас подумают другие. Это гипотеза, я могу быть не прав, но практика показывает, что когда дети в семье ведут себя не так, как ведут себя на людях, здесь играет существенную роль оценка других людей. Дальше. Дальше. В семье ведет себя агрессивно, пишите вы. Что есть семья? Вот понимаете, использование здесь этого слова семья точно так же, как милый сын. То есть, сведение глубины человека до какой-то одной социальной роли. не в семье он ведет себя так, а с определенными людьми. Почему? Это уже другой вопрос, но не в семье. И вот здесь еще один очень важный момент, на мой взгляд. Как будто бы вам важна семья. При этом вы производите впечатление человека, который обеспечивает себя и вот вашего сына. Старается обеспечивать как можно лучше. Вы пишите все игрушки, у него была моя любовь. Ну, помимо того, что любовь это не игрушки. Здесь мы снова оказываемся перед вопросом, как вы обращаетесь со своими чувствами. Но речь идет о другом. Вы такое ощущение, что изо всех сил постоянно пытаетесь быть сильной. Не позволяя себе быть слабой. Вы как будто бы бежите от этого. И в том числе данный аспект впитает вашу вину. Я не могла ошибиться. Это очень важный момент. Потому что если чем и манипулирует ваш сын глобально, то он манипулирует чувством безопасности вашим. Тем, что может у вас его отнять. Но правда в том, что и у него его нет. Чувство безопасности. Ему тоже тревожно. И вы, если бы начали работать со специалистом, могли бы показать ему, что такое безопасность. Это тогда, когда я признаю свои ограничения, свое несовершенство, свои личные границы и свои потребности. Отвечая за это, только самостоятельно. На этом все. Пожалуй, здесь. Добавлю вот какой момент. Почему я говорил, что у вас есть к нему обиды. Что определяют ссоры с вашей стороны. Вы пишите, что он сломал вам нос. И также пишите, что все равно он вспоминает только то, что я его била. Я уверен, что ваш сын считает сломанный нос самозащитой. Он считает, что защищен. Скажите, откуда у вас мысль, что он будет помнить про ваш нос? Вы как будто бы ждете, что он будет помнить про это, но не про то, что вы его били. Люди обычно помнят то, что делают с ними, нежели то, что делают они с кем-то. Не является ли это место таким завуалированным криком о том, чтобы меня услышали, что мне может быть тоже больно? А говорили ли вы хоть раз своему сыну, что вам больно? Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.